Подключи тариф на все 100 от компании IntercomTel. Скорость до 100 мегабит в секунду днем и ночью. А для новых абонентов месяц в подарок. Здравствуйте, это программа «Актуальна» в студии Леолапшин. Сегодня у нас в гостях интереснейший собеседник, француз, почетный член Ассоциации ветеранов авиаполка Нормандии-Неман Рене Баркир. Рене, я вас приветствую. Здравствуйте. Спасибо, что в вашем визите краткосрочном в наш город все-таки вы нашли время поучаствовать в нашей программе. Ваша история, скажем так, членство в Ассоциации авиаполка Нормандии-Неман. Понятно, что по возрасту вы не подходите. Я знаю, что у вас родители были антифашистами, которые сменили свою родную страну Италии на страну Франции, участвовали в антифашистском движении в годы Второй мировой войны, но к полку Нормандии-Неман отношения не имели. Тогда интерес к этой странице Второй мировой войны для вас, а для нас Отечественной войны, он появился, исходя из вашей просто любви к истории Франции, краеведческих каких-то интересов, или к истории любви к Советскому Союзу, а сегодня к России? Здравствуйте, Илья. И так, и так, скажем. Да, правильно. Значит, первый такой скачок мне давали родители, потому что они были яркие итальянские коммунисты на французской земле, участники антифашистского движения, партизаны во Франции. И всегда дома мы слышали о Советском Союзе, о партизанах, о борьбе против фашизма и о Нормандии-Немане. Поэтому мне стало интересно. Я лично всегда увлекаюсь историей любого вида, но именно вот эта славная страница Второй мировой войны мне близко к сердцу, к душе. Если вам показалось так интересно историей и Второй мировой войны, и отдельных её страниц, вы посчитали необходимым делиться своими знаниями? А если это так, то насколько они востребованы, прежде всего сегодня, в современной Франции? Естественно. Я считаю, что это должен быть самая важнейшая цель – давать знать другим о том, что были такие легенды, которые участвовали в уничтожении фашистского зверя. Особенно мы проживаем сейчас период очень опасно. Очень опасно. Мир дестабилизирован по каким-то причинам. Ясно, откуда растут ноги. И я хотел бы, чтобы молодёжь в вашей стране, в нашей стране, знали об этом, что будьте осторожны, не повторите ошибки наших предков, которые допустили фашизм. Это урок моих родителей, это урок товарищей моих родителей. И второй факт, что в городке, там, где я родился, в Лотаринге, на севере-востоке Франции, в городе Тиль, там, на шахте, немцы устроили мастерскую сбора ракетов Фау-1. И там, в этой шахте, на предназначительные работы были привлечены, в кавычках, девушек, девчонок Советского Союза. Вот эти женщины, 37 из них, их было 800 в лагере Эру-Вил, убегали с помощью наших партизанов 8 мая 1944 года, ровно год до Великая Победа. И создали во Франции единственный женский отряд французского сопротивления. Вторая мировая война и ее история – это, может быть, главная тема для молодых людей и во Франции, но, как я надеюсь, для молодежи в России. Я могу сказать, что я нашел больше интересов в России к этому вопросу, чем во Франции, потому что у вас существует структура, в школах, которые позволяют это делать через МБС, вот эти музеи боевых слов, которых у нас нет. У нас есть просто гражданская ассоциация, и чтобы привлечь к этим ассоциациям, это не так просто молодежь прийти. Поэтому надо организовать манифестации, события, как мы недавно, в прошлом году, организовали в Тиле. Мы открыли мемориал у шахты, и приятно было видеть, что молодежи присутствовали. Я обратил внимание на слова Деголя, которые приведены на вашей странице, а значит, это мнение гражданина Франции. Так там вот значилось, французы знают, что сделала для них Советская Россия, и знают, что именно Советская Россия сыграла главную роль в их освобождении. Вы уверены, что это современная позиция Франции? Или вам приходится об этом напоминать своим соотечественникам? Вот, прикляняюсь, вторую опцию вообще, да. Вот эти слова Деголя, они очень актуальны. Они, забыть сейчас во Франции, наша роль, им показать, доказать и объяснить, почему он это сказал. Это очень важно в этом периоде. Но их забывают в современной Франции, ведь во многом, может быть, от незнания или вычеркивания вот этой фразы очень популярного президента Франции в свое время, может быть, и не состоялся визит нынешнего президента на парад Победы в Москву. Я не знаю, было ли это политическим скандалом, но непониманием у русских и французов вот этой ситуации оно существовало. Это останется неприятной страничкой вот уже современной истории или все-таки про это забудут? Если честно говоря, не будут забывать, потому что не донесли до них такую информацию. Да, было написано для тех, которые заинтересовались. Не приехал президент Франции. И все. СМИ про это забыли. Все это самое. Население просто не понимало, что это настоящий скандал. 70 лет Великой Победы. 70 лет Победы над фашизмом. И не присутствовать в стране, которая 90% уничтожила фашизм. Понимали те, которые заинтересовались историей. Понимали те, которые понимают позиции России. Понимаете? Но сейчас, я как француз это говорю, мы действуем не в наших интересах, действуем в интересах другой страны, которая не управляет напрямую, может быть, но которая как большой брат говорит, как надо себя вести. Мне это не нравится. И поэтому это тоже большая мотивация для проникновенной, прощечной истории Родины и Нормандии-Немена. Мы должны продолжать борьбу против интеллектуального фашизма. Я хочу сейчас в самом конце сказать три раза спасибо. Во-первых, за искренность в ваших словах в сегодняшнем эфире. Во-вторых, за изучение истории Второй мировой войны. Ну и в-третьих, за отношение к нашей стране. Я вас благодарю. Сегодня с вами прощаюсь. Спасибо вам большое. Нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях был Рене Барки, который изучает историю и полка Нормандии-Неман, и историю Второй мировой войны. Вопросы и комментарии по телефону 59-21-21. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова